Добрый день, уважаемые коллеги! Я врач-клинический фармаколог Института онкологии Петрова и хотела бы предоставить вашему вниманию доклад на тему инфекции в реанимации в онкологии. Эта проблема очень актуальна, потому что 10 лет назад антибиотики еще работали, а сейчас появляется очень много резистентных штаммов. Это связано с тем, что антибиотики применяются повсеместно в животноводстве, в пище и применяются в амбулаторной практике не всегда рационально. В 1928 году был изобретен пенициллин. Резистентность к нему возникла через 12 лет. В 2010 году был изобретен антибиотик цифтеролин, а резистентность к нему возникла через год. Эта проблема очень актуальна, потому что антибиотики передают друг другу генные резистентности между видами. Променяются различные программы по сдерживанию антибиотикорезистентности в мире. В Америке это антибиотик стюартшип, в Индии это ICMR, а в России это SCAT. Каких микробов мы боимся больше всего? Мы боимся больше всего позитивных микробов. Это положительные коки, энтерококи, стафилококок, ауреус и гомоотрицательные палочки. Клипсиела, оценетобактер, синегнойная палочка и гомоотрицательные палочки. Если говорить про позитивных возбудителей, то чаще всего пациенты из группы онкологических относятся к третьему типу. Это пациенты с внутрибольничной инфекцией, которые после операции, либо длительно находящиеся в реанимации. Потому что в многопофильном стационаре это пациенты с небольничной инфекцией. А в онкологическом стационаре такие пациенты исключены, потому что чаще всего поступают пациенты для проведения плановых операций. Если говорить про локальные данные, то в 2016 году в нашем учреждении уровень БЛРС-продуцентов достиг критического уровня на некоторых отделениях до 90%. Было принято решение ограничить применение АБ-препаратов. Применяется переоперационная профилактика однократно. Должно быть обоснование для назначения антибактериального препарата. Созданы протоколы для хирургов. И не применяются незащищенные ингибиторами бета-локтомаз цифлоспорина третьего и четвертого поколения. И не назначаются для эмпирической АБ-терапии цифлоспорины первого и второго поколения. И амоксиклав для лечения внутрибольничной инфекции. Что получилось в итоге? Да, сохраняются эпидемиологически значимыми клипсиелла, стафилококк, грамотрицательные палочки и грибы. Но сохраняется тенденция к преобладанию грамотрицательных микроорганизмов над грамотрицательными микроорганизмами и грибами. Отмечается снижение числа штаммов клипсиеллы, которые продуцируют бета-локтомазы. Вероятно, из-за того, что снизилось использование цифлоспоринов третьего и четвертого поколения на отделениях. А для профилактики используются пенициллин защищенные. Также грамотрицательные бактерии, которые продуцируют металлобета-локтомазы, не уменьшаются. Их количество остается на прежнем уровне. Вероятно, это связано с деэскалационной терапией. А количество резистентных стафилококков сократилось. Вероятно, это связано с тем, что либо пациенты, либо врачи или медперсонал были носителями. Реанимации также сохраняются в высокое количество резистентных штаммов. Какие наиболее частые инфекции в онкологии? Это фибрильная нейтропения, катетер-ассоциированные инфекции, пневмония, мукозиты, инфекции в области хирургического вмешательства, инфекции мочевыводящих путей. Если говорить про грибковые инфекции, то чаще всего их возбудителями являются грибы рода кандида, плесневые грибы, это справа картинка, и пневмоцисты, картинка слева. Чаще всего возбудителями кандидоза являются кандида, альбиканс, которая чаще всего чувствительна к флаконозолу, и кандида, но на альбиканс, это чаще всего резистентные к флаконозолу. На слайде представлены типичные представители. Виды кандидозов. Кандидозы могут быть поверхностные и глубокие. Поверхностные – это рта, глотки, ЖКТ, вульвовогенид или мочеводящих путей. К глубоким инвазивным уже относятся кандидемия, гипотолеинальный кандидоз, перитонит, менингит и пневмония. Какие же факторы риска у кандида? Это сочетание двух и более факторов риска. Это наличие катетера, произведенное хирургическое вмешательство на органы в брюшной полости, полное парантеральное питание и применение глюкокортикоидов или иммуносупрессантов. Для диагностики используются клинические инструментальные данные. Клинические – это отсутствие ответа на адекватно назначенную теотробную АБ-терапию в течение 4-х суток, либо лихорадка неясного генеза. А инструментальные данные применяются посев. В норме грибов не должно быть в стерильных локусах. Это кровь, плевральная жидкость, спинномозговая жидкость, перитониальная жидкость. Также сеются другие локусы – рана, моча, катетеры, бланхонлярный лаваш и мокрота, в зависимости от типа инфекции. И применяются другие диагностические методы, как ПЦР, КТ, УЗИ, биопсия, микроскопия. И также проводятся тесты на галактоманан в балл или в сыворотке крови. Какая профилактика вне реанимации? Антифунгальная профилактика может быть после хирургических операций, при абдоминальном хирургическом вмешательстве в сочетании с повторной перфорацией или несостоятельностью анастомоза, либо инфицированный панкреонекроз. А вне отделения хирургии – это при трансплантации костного мозга и РТПХ. Применяются препараты из группы азолов – вориконозол и позоконозол. В реанимации чаще всего факторами риска бывает пребывание варид больше трех дней и наличие внутривенного катетера, либо ИВЛ, либо применение антибиотиков широкого спектра более трех дней в сочетании с другими особенностями, такими как абдоминальная хирургия, парентеральное питание, гемодиализ, панкреатит и применение иммуносупрессивных препаратов. При эмпирической терапии она назначается при отсутствии ответа на адекватно назначенную антибактериальную терапию и лихорадки неясного генеза более четырех суток, и при наличии факторов риска, или если микроб выделен из стерильных в норме локусов, применяются препараты следующих групп – эхинокандилы, азолы и амфатрицин B. Чаще всего в реанимации рекомендованы препараты из группы эхинокандинов. Это анидулофунгин, каспофунгин и микофунгин, которые поменяются при инвазивных кандидозах. Азолы не рекомендуются для применения в реанимации, однако их применение может быть оправдано при получении результата посева, например, при выделении чувствительной ко всему кандидону нональбиканс, при панкеронекрозе, например, но это также оспаривается. Азолы – это вориконазол, и позаконазол применяется чаще всего у пациентов после трансплантации либо при получении результатов посевов. Позаконазол не рекомендован для лечения инвазивного кандидоза в реанимации из-за его отсутствия внутривенной формы. Афатерицин-Б – к нему, возможно, перекрестная резистентность кандида, и поэтому ворит применение ограничивает высокую токсичность и особенности фармакокинетики. Он плохо проникает через гематомфоцифалический барьер, но также он является препаратом выбора для лечения критоковкого менингита. Афатерицин-Б – липидный, менее токсичен, но у него высокая стоимость, и он может использоваться при получении результатов посевов. Об этом я уже сказала. То есть в реанимации чаще всего применяются азолы эмпирически. При пневмоцистной пневмонии применяется бисептол в больших дозах. При инвазимном аспергиллезе и других плесневых грибах применяются различные комбинации перечисленных препаратов трех групп. Если говорить про противовирусную терапию, при вирусе герпеса 1, 2, 3 типов используются цикловир, валоцикловир и фамцикловир. Цитомигаловирус 5 типа применяется ганцикловир, валганцикловир и фоскорнет, но эти препараты тяжело переносятся, токсичны, и поэтому в основном применяются у групп пациентов с ВИЧ-инфекцией после трансплантации органов, получающих иммуносупрессию, в том числе пациентов после трансплантации костного мозга, либо у новорожденных с манифестной цитомигаловирусной инфекцией. Специфических противовирусных препаратов для лечения инфекционного иммунонуклеоза ВГЧ 4 типа не разработано. Для лечения ВГЧ 6 и 8 типа применяется ганцикловир. При противовирусной терапии гепатитов и ВИЧ при гепатитах используются интерфероны и рибавирин, при гепатите D используются интерфероны, при гепатите B интерфероны, ламевудин, энтокавир и другие перечисленные на слайде. Во всех случаях интерфероны применяются парентерально. При ВИЧ-инфекции и антиретровирусной терапии. Если говорить про терапию ОРВИ, применяются блокаторы М-каналов, римантадин, и ингибиторы нейромендендазы, ослитомивир и зономивир. Но препараты, согласно последним данным, сокращают течение гриппа менее чем на сутки, однако используются при тяжелом его течении. Респираторосоциальный вирус применяется при тяжелом бронхиолите у детей первого года, но это ингаляционная форма рибавирина в России не зарегистрирована. Также используется моноклональное антитело Паливизумаб. Лечение инфекции в реанимации очень дорого. Чтобы произвести лечение такого полирезистентного штамма, необходимо применять комбинации двух, трех и четырех препаратов. Почему антибиотик не работает? Во-первых, может быть нарушение проницаемости, поломка парина. Париные наружные мембраны обеспечивают транспорт питательных веществ в бактериальную клетку. Может быть иноактивация антибиотика ферментами. Может быть модификация мишени. Про антибиотику просто не на что воздействовать. Может быть защита мишени, белки, которые коронируют мишень. Либо эфлюкс, активное выведение антибиотика наружу. Более подробно можно увидеть на этой картинке. Нарушение проницаемости. Активное выведение при помощи эфлюкса. Модификация мишени действия. И инактивация антибиотика. У нас применяются следующие протоколы стартовой имперической терапии. Если говорить про реанимацию, используются препараты из группы карбопенемов и анти-МРСА препараты. Какие чаще всего в инфекции и в реанимации? Инфекции в реанимации чаще всего полиэзистентные, потому что чаще всего пациент получал антибактериальную терапию на отделении. Полиэзистентные также могут быть флоры, которые находятся в реанимации. Либо грибковые, так как пациент получил массивную антибактериальную терапию. А грибы и бактерии лучше всего существуют вместе в составе биопленки, на которую сложно воздействует антибиотику. Если говорить о том, какие факторы риска при внутобольничных инфекциях, врага нужно знать в лицо. Поэтому на каждом слайде я представила картинку, чтобы было более наглядно. Если говорить про метициллиназистентных стафилококков, обычно это высокий уровень их в отделении, предшествующая антибактериальная терапия, предшествующая госпитализация, наличие катетеров, назальное носительство, либо язвы и пролежни. Если говорить про БЛРС-продуцентов, то есть грамотесетных палочек, которые вырабатывают ферменты, которые разрушают пенициллины и цифалоспорины. Это госпитализация в течение предшествующих ток месяцев, прием антибиотиков, пребывание в утверждении длительного ухода, гемодиализ и сопутствующая тяжелая патология. Сюда же, наверное, можно отнести онкологических пациентов. Если говорить про синегнойную палочку, здесь уже все сложнее. Это длительное нахождение в реанимации, ИВЛ более 4 суток, наличие уритурального катетера, бронхоэктазы, муковисцидоз. Если говорить про таких резистентных возбудителей, как стендрофомоносмальтофилия, это неферментирующий гамотесетный мегаорганизм из группы синегнойной палочки, который исходно обладает природной резистентностью ко многим лекарственным средствам, вызывает инфекцию у пациентов со сниженным иммунитетом. Он природно чувствителен только к 3 антибиотикам. При этом бисептол применяется в увеличенной дозе, как на пневмоцисту. Если говорить про булкардериусипацию, это мегаорганизм из той же группы, но также исходно обладает природной резистентностью, и на него могут воздействовать только 4 антибиотика. Опять же, бисептол в высоких дозах. Если говорить про оценетобактер, к нему может быстро возникать резистентность по ходу лечения в стационаре. Также описаны данные, что могут применяться препараты, содержащие в себе сульбактам, который обладает природной активностью по отношению к данному микроорганизму, и он эффективен в максимальных дозах. Плюс все те препараты, которые перечислены на слайде. Если говорить про клипсиелу, то это чаще всего предшествующая терапия корбопинемами, высокий уровень корбопинем, продуцирующих таких вот клипсиел в отделении, и колонизация кишечника этими микроорганизмами. Какие инфекции вызывают клипсиелу и пневмония? Почти все. Это пневмонии, инфекции кровотока, инфекции лорорганов, остеомиелит, менингит и все другие, которые перечислены на слайде. Какие принципы антибактериальной терапии? Для лечения граммоположительных инфекций, особенно медицинно-резистентных, применяются препараты из группы ванкомицина, ленизолида, даптомицина и тигициклина, которые действуют на такие резистентные эстафилококи. Если говорить по граммоположительной палочке, то применяются антибиотики широкого спектра действия, такие как пенициллины, цифалоспорины, фтохинолоны, аминогликозиды, корбопинемы и астрианам. Однако стоит отметить, что астрианам действует только на граммотрицательные микроорганизмы. Так же на медицинлин-резистентных возбудителей воздействует цифалоспорин пятого поколения, цифторолин. Также я бы хотела рассказать про бета-локтомаз. Бета-локтомазы – это ферменты, которые разрушают антибиотики. У пенициллинов чаще всего это простые бета-локтомазы, которые разрушают пенициллины и цифалоспорины. Поэтому они чаще всего могут и не работать. У карбопинемов уже идут другие группы бета-локтомаз. Это сериновые КПЦ-УКС-48 и металлобеталоктомазы. Если еще на сериновые изобретаются лекарства, то на металлобеталоктомазы в настоящее время в России препаратов не зарегистрировано. Используются только множественные комбинации из нескольких антибиотиков. Какой принцип обоотерапии таких инфекций? Используются перечисленные группы препаратов. К ним присоединяется ингибитор бета-локтомаз. Первые четыре зарегистрированы в России, последние два проходят стадии клинических исследований за рубежом. Чаще всего оценивается, какая минимальная подавляющая концентрация у меропинема. И используются препараты в больших дозах. И чаще всего это офф-лейбл. Также стоит отметить два новых препарата. Цифтозидим, авиабоктам и цифтолозантазобоктам. Но если говорить про металлобеталоктомазы, это будет следующий слайд, то они чаще всего не работают. Но могут применяться в комбинации. Здесь уже применяются препараты в больших дозах, в различных комбинациях, вне инструкции. Однако есть данные об активности комбинации нового препарата цифтозидим, авиабоктам с острианамом. Так как же побороть инфекцию? Первое – это обработка рук. После каждого контакта с пациентом должна быть обработка рук врача и поверхности. Не следует обрабатывать антисептиком нестерильные перчатки. При этом проходит микроперфорация, и микробы проникают на кожу. Переоперационная профилактика должна быть менее 24 часов. Антибиотики назначаются только при инфекции. Должны быть протоколы для хирургов с учетом локальных данных вашего института. Может проводиться деэскалация Б-терапии от сложного к простому, то есть используется антибиотик широкого спектра действия с последующей коррекцией по результатам посевов. Описано то, что в этом случае смертность ниже, чем при эскалационном подходе, когда к какому-то антибиотику, допустим, в турхиналону добавляются другие препараты по очереди по ухудшению состояния пациента. Но в случае использования этого подхода чаще всего может формироваться резистентность. Также должна быть команда людей, которые организовывают протоколы, которые следят за эпидемией ситуации. И также должна проводиться разработка новых лекарств. В настоящий момент в России загрестировано только два препарата, которые не действуют на крайне резистентные металлы бета-локтомазы. Дальше в стадии клинических исследований препараты из группы карбопинемов или цифалоспоринов с каким-нибудь ингибитором. Также используются не бета-локтомные антибиотики, но они чаще всего на инфекции мочевыводящих путей. Плазомицин из группы аминогликозидов. В настоящий момент FDA одобрено только три препарата, а остальные находятся в стадии клинических исследований. На сайте clinicaltrials.gov, если посмотреть по каждому препарату, например, астрианам авиабактама, всего 5 исследований, однако почему-то было приостановлено исследование астрианама авиабактама с метронидозолом и меропинем колистин. Это одна из основных комбинаций для лечения пневмонии на данный момент у таких полирезистентных инфекций. Имепинем, целостатин, релебактам, всего 11 инфекций, в основном инфекции мочевыводящих путей. Однако также сейчас идет набор пациентов для лечения пациентов с бактериальной пневмонией. Цифипим, зидобактам, сейчас почему-то только 3 исследования, все завершенные, но на здоровых добровольцах. Цифидекарол только 8 исследований, есть исследования в третьей фазе, данные не представлены. И плазомицин, 8 исследований, 4 отменены, данные не представлены. Есть надежда у нас на цифидекарол, но только потому, что он может использоваться при металлобеталактамазах. При подготовке данной презентации использованы следующие сайты. Литературу вы можете найти в интернете, она есть в свободном доступе. Спасибо за внимание.